Декада инвалидов Декада инвалидов Декада инвалидов Декада инвалидов Декада инвалидов Важно отметить, что Сочи сегодня является такой достаточно серьезной, уверенной, я бы сказала, инклюзивной площадкой, где возможно развитие для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью и в творчестве, и в спорте, и в серьезных профессиональных проектах. И Декада инвалидов представляет из себя мероприятие такого честования. Для каждого из нас важно быть отмеченным, важно, чтобы его заслуги прозвучали публично. И у нас был ряд приемов в районах, большой прием главы города Сочи, где мы отмечали заслуги людей с инвалидностью в любой области, в общественной жизни, в спорте, в культуре. И мы искренне гордимся нашим сообществом. Я хочу сказать, что буквально две недели назад Сочинка Маргарит Кульян получила именную премию губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева для людей с ограниченными возможностями. Это премия в области искусства и культуры. Маргарит пишет картины с фотографией. Деньги, которые выручает от продажи своих картин, она передает в приют для бездомных животных. Вот такая очень трогательная история. На мой взгляд, важно сказать о том, что наш регион — это регион с мощной поддержкой, серьезными программами в рамках помощи и поддержки людей с инвалидностью. Идя к вам, я только что была на большом круглом столе вместе с Центром занятости города Сочи как раз-таки по программе содействия в трудоустройстве для различных категорий граждан. Мы говорили с большим сообществом работодателей города о трудоустройстве людей с инвалидностью, о помощи, когда человек с инвалидностью приходит на предприятия специальных образовательных поддерживающих программах со стороны работодателей. И разное отношение к этой истории. Не будем в иллюзии, что все готовы. К этому тоже нужно прийти и личностно созрев, и вообще готовы быть готовым морально, быть готовым профессионально. Но эта работа движется, и у нас есть успешные приемы. Для людей с инвалидностью прошла специализированная ярмарка-вакансия. Она традиционно проводится в первой декаде декабря. На этот раз она состоялась в Доме культуры Центрального района под названием «Служба о занятости населения для инвалидов». Работодатели представили более 300 вакансий на свободные рабочие места, подходящие для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Акция проводится Министерством труда и социального развития Краснодарского края и Центром занятости населения к Международному дню инвалидов. Участники ярмарок могут подобрать вакансии из краевой базы, получить информацию о программах Центра занятости, пройти первичное собеседование с работодателями и получить необходимую информацию об условиях работы. В течение нескольких дней подобные ярмарки под названием «Достойный труд для инвалида», «Инвалидность труду не помеха» пройдут во всех районах Сочи. Приглашаем принять участие в Лазаревском районе с 10 до 12 в Национальном центре культуры имени Мазлумяна. А 7 декабря у нас ярмарка вакансий состоится в Адлерском районе, в РДК Адлер с часу до трех. Приглашаем всех желающих. К слову, с начала года в Центр занятости населения города Сочи обратилось в поиски работы более 9 тысяч граждан. В их числе 336 человек с инвалидностью. Из них 156 трудоустроены. В нашем художественном музее работает экскурсовод-инвалид первой группы по зрению в виртуальном зале. Очень успешно работает. Буквально на днях Сергей Иванович Гринь его зовут. И буквально на днях Сергей Иванович провел специальную экскурсию для детей с ментальной инвалидностью по художественному музею. Поэтому мероприятия посвящены как таким праздничным, торжественным моментам, которые важны и нужны. Мы вчера тоже награждали одну из наших сочинских художниц Светлану Прокопенко. Это инвалид первой группы, инвалид с детства, ДЦП. И Светлана недавно вернулась из Барселоны, где была выставка ее картин. И она написала пост в своем аккаунте в Фейсбуке, где она говорит о том, что как важно проводить такие мероприятия, и как приятно слышать слова признательности от первого лица города, быть награжденной благодарственным письмом. Это все ценно, это важно, это находит отклик в душах людей и торжественные мероприятия, они тоже нужны. Самое главное для людей с инвалидностью – это внимание. И в рамках празднования Международного дня инвалидов в Сочи прошел торжественный прием главы города, гостями которого стали десятки инвалидов. Людей, не теряющих веру в себя и желающих, ко всему прочему, принести пользу родному городу, тех, кто принимает активное участие в работе общественных организаций инвалидов, проводит реабилитацию и обучение детей с особенностями развития, мэр Анатолий Пахомов наградил благодарственными письмами. В Сочи проживает более 36 тысяч людей с повышенными потребностями, из них порядка полутора тысяч детей. Среди них есть настоящие герои, которые, несмотря на свои недуги, занимаются наукой и творчеством, поют или рисуют, достигают высоких результатов в спорте и вносят вклад в развитие родного города и края. Эти картины хорошо известны не только сочинцам, но и за рубежом. Их автор – Светлана Прокопенко. Компьютерной графикой она занялась после посещения Германии. У меня была тяжелая операция. И когда я увидела, как люди с инвалидностью живут в Германии, насколько у них все доступно, они не сидят в четырех снах. И это какой-то толчок дало для творчества. Вот, я думала, вначале я занималась фотоклипами. Я делала клипы для музыканта и певца Геннадия Богданова. Это группа русские. А потом я решила заняться компьютерной графикой. Кстати, накануне Светлана вернулась из Испании, где прошла ее авторская выставка. А сегодня она была отмечена благодарственным письмом от главы города. На торжественном приеме чествовали всех тех, кто показывает пример самоотверженности, реализует образовательные проекты и помогает адаптироваться к новым условиям жизни. Многие из вас стали активными участниками проекта «Безбарьерная среда». Благодаря вам, а вы принимали участие в первом проекте в России, тогда еще не было, мы к Олимпиаде готовились. И мы даже не понимали стандарты доступности. Их надо было получить, их надо было адаптировать. И мы были пионерами тогда, первопроходцами. И благодаря работе вас мы, в общем-то, многого добились. И сегодня мы говорим о том, что наш город по оценке всех жителей России по доступности находится на втором месте. Первое, естественно, Москва. Слова особой благодарности звучали и в адрес активистов общественных организаций инвалидов и сотрудников социальной защиты и социальных служб. Большую помощь детям с инвалидностью в городе оказывает организация «Лига женщин МОЗ Добра». Материальная помощь или психологическая, любая поддержка этих людей способствует уверенности в своих силах и старту к новым возможностям. Своим личным примером они доказали, что у них нет барьеров. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Разумеется, им очень важно внимание, но между тем необходима им и соцподдержка. С этой целью в городе реализуется масса программ, насколько мы знаем. Каких именно? Расскажите. Со стороны администрации мы поддерживаем сообщество людей с инвалидностью разными вариантами. Ежегодно выделяется 5 миллионов из бюджета, которые идут на поддержку общественных организаций людей с инвалидностью. Это районные советы инвалидов, районные советы ветеранов. То есть программа рассчитана и на инвалидное сообщество, и на ветеранское сообщество. Также из этой программы получает помощь сочинское местное отделение слепых, сочинское местное отделение глухих. И инклюзия Сочи – это организация родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Эти суммы, они, естественно, в очень серьезном контроле находятся по тратам, целесообразности этих трат. Но общественные организации расходуют их для поддержки своих членов. Это один из вариантов поддержки. Далее, каждая организация проводит какие-то свои мероприятия, и мы поддерживаем технически эти моменты, предоставляем помещение и помогаем организационно в тех вопросах, в которых необходима помощь. Хочу отметить организацию инвалидов-колясочников-стоек с председателем Олегом Анатольевичем Стекольниковым. Это наш очень известный городской эксперт по доступной среде. Олег Анатольевич ежегодно проводит большой международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья – пара-арт. Пара-арт совмещает в себе спортивную составляющую и творческую составляющую. И ежегодно привлекает в Сочи людей с инвалидностью со всего мира, которые обсуждают какие-то проблемы, делятся своим опытом. И для нас это ценно, важно, и мы активно поддерживаем это мероприятие. Инициативу в вопросе соцподдержки людей с инвалидностью, а также в проведении различных мероприятий, проявляют и городские общественные организации, реабилитационные центры. Чем именно они занимаются, и как администрация курорта с ними взаимодействует? Да, организаций много, у каждой организации свой такой харизматичный лидер. Давайте мы сегодня остановимся на организациях, которые работают с родителями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, вообще с инвалидностью. Таких организаций шесть. Сегодня в студии будет Владимир Рябцев, который возглавляет православную Кубань. Хочется сказать, что Владимир Геронимович многолетний обладатель краевого гранта. Деньги, которые получает из бюджета края, тратятся на создание серьезных научно-популярных фильмов, которые рассчитаны и на медицинское, и на образовательное сообщество, и носят такой обучающий характер по тому, как формировать, как взаимодействовать с особенными детьми. Скажем так, Владимир Геронимович тесно работает со школой-интернат номер два, которая находится на Мамайке в Сочи, где обучаются дети с умственной отсталостью. Стоит отметить организацию «Радуга Сочи» и руководителя Виктора Шубина. Это обладатели президентского гранта, который в Сочи реализует проект «Неигрушечный театр». Такое театральное сообщество, в котором актеры – это дети с аутизмом. И очень успешно у них этот проект себя проявляет, собирают большие зрительские аудитории. И дети, многие дети впервые на сцене начинают говорить. То есть такой арт-эффект, арт-терапия в действии. Я хочу отметить Надежду Назарову и Центр инклюзивного развития «Включи». Надя стала в этом году обладателем тоже гранта, фонда президентских грантов. Надежда занимается серьезным проектом по тьютерству. В 2016 году был принят федеральный закон, который обязывает сегодня образовательные учреждения развивать инклюзивное образование. То есть дети с инвалидностью, они обязаны и должны прийти в образовательную среду. Образовательная среда должна быть к этому готова. Тьютер – это тот человек, который сопровождает ребенка, буквально сидит с ним рядом за партой. Начинается с этого. Дальше немножко дистанция увеличивается, чтобы ребенок мог получить автономность свою. Это поддержка для детей с различными проблемами со здоровьем, в том числе с какими-то ментальными моментами. Надежда успешно реализует этот проект уже в 8-й гимназии, в 6-й – в детских садах города. И является одним из таких серьезных экспертов в нашей стране по тьютерству. И наши образовательные учреждения идут навстречу? Конечно, да. Это происходит в сотрудничестве с управлением по образованию и науке, в сотрудничестве с школами, с детскими садами города. И эта потребность есть. Для нас ценно, важно и вызывает уважение активность наших родителей детей с инвалидностью. Их позиция конструктивная. И их позиция не только как родителей, но и как экспертов, которые помогают выстраивать правильные, эффективные методы, формы работы с такими детьми. Также у нас есть Андрей Баталов и его реабилитационные программы спортивного содержания, которые тоже помогают детям с инвалидностью пройти реабилитационный процесс, пережить какие-то очень сложные и кризисные моменты именно физического состояния. Мы гордимся Натальей Шиллингер и ее службой поддержки особенных детей «Мы вместе». Наталья – победитель школы социального предпринимательства в нашей стране. Ее центр работает по принципам социального предпринимательства. 170 семей ходят в центр. И сама Наталья не так давно стала одним из педагогов этого центра. Не только создателям, но и экспертам, которые могут работать с детьми в реабилитационном процессе. Со стороны администрации города Сочи на Макаренко создан центр «Особое детство». Возглавляет его Ольга Николаевна Москатова, председатель общественной организации «Инклюзия Сочи». Как раз-таки этот центр получает поддержку из бюджета города. И он работает без возмездия. Вообще все общественные организации не работают на платной основе. Они работают в поддержке городского сообщества. И считаем, что проект «Особое детство» под руководством Ольги Николаевны – одна из лучших социальных практик города. Двери всегда открыты. Волонтеры из наших центров дополнительного образования, из наших спортивных центров приходят в центр. Бесплатно занимаются с детьми. Расписание есть на дверях самого центра. И этот центр открыт для всех родителей с особенными детьми. Синдромом Дауна, с ДСП, с аутизмом, еще с какими-то ментальными нарушениями. И эти проекты для нас – такая очень серьезная, важная, нужная работа. И мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. И это сотрудничество приносит очень серьезные и хорошие результаты. Говоря о Сочи, невозможно не сказать о фестивале «Хрустальный петушок». Это фестиваль детского творчества для детей с инвалидностью. И для меня это вообще такая сбывшаяся мечта. Данил Плужников, Гера Арестова – это те ребята, которых когда-то увидели. Педагоги в центрах дополнительного образования привели за ручку на фестиваль «Хрустальный петушок». И сегодня это люди, известные во всем мире. Это победители международных творческих конкурсов. Это ребята с инвалидностью, сочинцы, которые получили признание во всем мире. И «Хрустальный петушок» всегда его финал проходит в канун Дня города. Буквально был на днях. Это душевное, потрясающее по своей силе, по вере, по очень важным, нужным, светлым делам мероприятие. Для меня одним из таких пронзительных номеров. Все дети замечательные. Педагоги очень переживают всегда. Родители на первом ряду тоже держат кулачки, чтобы трех-пятиминутное выступление прошло хорошо. В этом году детки из как раз-таки школы-интернат, которые, конечно, с собственной отсталостью, конечно, это все видно. И был создан хор. И они пели хором такую очень добрую песню про наш город, про Сочи, про себя в этом городе. И «Хрустальный петушок» вселяет веру, что правда невозможное возможно. И это дети не с ограниченными возможностями, а, как говорит руководитель Лиги Женщин «Мост Добра» Ирина Николаевна Пахомова, которая поддерживает «Хрустальный петушок», является его таким идейным организатором, вдохновителем, что это дети с безграничными возможностями. Да, это на самом деле так. Однозначно. И вы правильно подметили, что, ко всему прочему, наш городской конкурс дает им путевку в жизнь. Да, да. Именно так. Ко всему прочему, наши сочинцы с ограниченными возможностями здоровья, разумеется, занимаются и творчеством, но еще и спортом, да, здоровым образом жизни. Да, спорт – это отдельная история. Я уже говорила про Сергея Гриня, который является марафонцем. Это человек, который всегда пробегает сочинский марафон. В этом году он был моим пейсменом. Пейсмен – это человек, который держит скорость. Он был моим, моим пейсменом. Мы пробежали… А, ты говоришь, что Сергей – инвалид по зрению. Да, да, Сергей – инвалид по зрению. И мы пробежали вместе с ним. Он помогал мне бежать в полумарафон 21 километр. Я его очень благодарю. То есть вот Сочи дает такие спортивные возможности всем людям. Особенно хочется сказать добрые слова в адрес нашего центра при департаменте физкультуры города Сочи. Это центр по работе с людьми с инвалидностью, который… Во-первых, там есть команда для ребят с ДЦП, футбольная команда. Тренер Сергей Сергеевич с ними занимается. Ребята его безумно любят. Это в команде разного возраста мальчишки с ментальной инвалидностью. И которые находят себя в этом. Это история, которая позволяет им поверить в себя и понять, что да, возможно, такой футбол. Футбол возможен в их жизни. Как вот в прямом смысле этого слова. Наша команда, сборная команда инвалидов по слуху, благодаря данному центру, тренировочному процессу. Мы выражаем благодарность всем тренерам, которые занимаются с нашими ребятами. Сами глухие, там трудоустроенные ребята. И тоже входят в состав тренерского состава. В крае наша сборная занимает призовые места последние несколько лет. Именно в командном зачете, во всех спортивных мероприятиях. Поэтому да, спорт это такая абсолютная составляющая жизни людей с инвалидностью. Сегодня наши родители детей с особыми потребностями ходят на ипотерапию. Которая тоже и помогает, и является одной из ведущих деятельностей нашей физической культуры и спорта в рамках реабилитационных моментов. Особое внимание в городе уделяется и безбарьерной среде. Как говорится, ее нужно не только сохранять, но и приумп нажать. Вот что в этом плане у нас делается в городе? Разработали понятие универсального дизайна, разработали понятие эталонного маршрута. То есть непрерывности, когда человек с инвалидностью выходит из своего дома. И у него по дороге доступный банк, где можно оплатить ЖКУ. Доступная аптека, доступный магазин, доступная поликлиника, доступное образовательное учреждение и так далее. Это команда, которая соединила, на мой взгляд, соединила муниципалитет и инвалидные сообщества. Именно в рамках делового сотрудничества. И создала вот этот синергетический эффект, что дважды два получилось пять. Да, наши инвалиды были вместе с нами, мы вместе с ними, вместе с администрацией края делали доступную среду, понимали, где мы ошиблись, что-то переделывали. Все эти люди стали экспертами международными, экспертами Параолимпийского комитета по доступности. Сегодня кто-то из них открыл свой бизнес благодаря этому проекту и успешен в этом. Одна из самых, на мой взгляд, дискуссионных, инфраструктурно непростых программ – это, конечно, доступная среда. Мне очень нравится экспертное мнение. Есть в нашей стране такой Лев Гутман. Это эксперт по доступной среде. И как он расшифровывает понятие «маломобильная группа населения»? Это любой человек с детской коляской. Не важно, это мама, папа, бабушка, няня, еще кто-то. Любой человек с детской коляской. Это женщина на высоких каблуках. Она тоже будет маломобильной. Но это отступление. То есть зачем я об этом говорю? О том, что не надо воспринимать доступную среду, безбарьерную среду, как только историю для людей с инвалидностью. Мы можем оказаться с тяжелыми сумками, мы можем очень сильно поправиться. Тучные люди, люди с грузом – это тоже маломобильная группа населения. Это нормальное экспертное мнение, которое принято во всем мировом сообществе. Доступная среда – это проект, который не делается раз и навсегда. Это моменты, которые нужно поддерживать все время. Да, наклеивать желтую линию, когда она стерлась. Смотреть, не разрушился ли пандус, не происходят ли там какие-то изменения, которых не должно быть. Все ли в порядке с перилами. И доступная среда – это концепция такого универсального городского дизайна, который прежде всего создает комфорт для разных групп населения. Когда можно, не преодолевая препятствия, более комфортно прийти к достижению своей цели, куда вы хотите попасть. На сегодняшний день у нас создана рабочая группа по доступности. В рабочую группу входят все сообщества инвалидов. И работает она по принципу нашего мониторинга со стороны администрации всех заявлений, которые поступают от любого инвалида в адрес администрации. Я был там-то, некачественно была оказана какая-то услуга, я был там-то, не смог зайти, потому что инфраструктура этого не предусматривает. Мы приглашаем хозяйствующие субъекты и ведем с ними и разъяснительную работу. Потому что порой людям достаточно объяснить то, что никто из нас не застрахован от каких-то событий в жизни. И деление на «это нужно для них, потому что они с инвалидностью, а для нас это не нужно», это деление, оно не принимается сегодня жизнью. Это деление не имеет ничего общего с теми ценностями, которые вообще должны быть в человеческом сообществе. Я хочу отметить, что Сочи вошел по опросу в тройку лидеров нашей страны по доступной среде. Мы занимаем второе место после Москвы. Я знаю, что если сейчас собрать инвалидное сообщество, то будет множество замечаний в мой адрес, и мне скажут, а вот еще там же надо делать, а еще там, а еще там, а еще там. Но все познается в сравнении, и, конечно, нужно совершенствоваться. И, конечно, как я уже сказала, доступная среда – это не история, которая сделана раз и навсегда, и не надо там смотреть. Доступная среда – это поддерживающая история, которую все время нужно контролировать, и которая, да, необходима всему сообществу. Стоит ли этот вопрос на контроле у главы города? Анатолий Николаевич лично во время своих обходов понимает те замечания, которые могут возникать и связаны с доступной средой. Совет по делам инвалидов, в рамках которого обсуждаются вопросы по безбарьерности, возглавляется и проводится лично главой города Сочи. И надо отметить, что наш мэр – это социальный мэр. Наш мэр – это человек, дверь которого всегда открыта для всех социальных сообществ и для инвалидов особенно. Они его знают, любят, уважают. И вчера, когда был прием главы в честь Дня инвалидов, это просто, да, это была гордость, была честь стоять рядом с главой, получать благодарственное письмо от него. Все ждали главу, глава будет, а глава обязательно. Я говорю, конечно, для Анатолия Николаевича это важная встреча. Он, конечно, придет и скажет вам слова своей признательности, пожмет руку и выразит свое отношение к тому, что вы делаете. Это важно, это нужно, это необходимо. И мэр города Сочи это понимает, разделяет эти ценности, свою деятельность, ведет на благо сообщества людей с инвалидностью. Галина Александровна, спасибо вам огромное за участие в нашей программе и успехов вам в вашей такой нужной, необходимой, но сложной работе. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня была начальник управления социальной политики администрации города Сочи Галина Пушкарь. Мы же продолжим беседу с одним из активистов родительского сообщества. Наш гость Владимир Рябцев, председатель Краевой общественной организации «Православная Кубань». Здравствуйте, Владимир Геронимович. Итак, расскажите о деятельности вашей организации. Здравствуйте. Значит, ну наша организация работает в этом году, у нас уже в следующем будет десятилетие работы нашей организации. Мы работаем в трех направлениях. Это духовно-нравственное воспитание детей, второе – это военно-патриотическое, и третье, основное наше направление – это создание системы реабилитации детей с расстройством аутического спектра на Кубани. В рамках этих трех направлений мы работаем с администрацией Края, то есть после встречи с губернатором мы запустили систему в Крае по детям-аутистам. Это первая в стране вообще концепция по работе с детьми с расстройством аутического спектра. Был подготовлен, утвержден межведомственный план, который заканчивается вот в этом году. И вот в рамках этого процесса мы выиграли один, даже два краевых гранта, и выиграли за три года три президентских гранта, и сейчас четвертый. Соответственно, мы в рамках вот этих всех вещей занимаемся несколькими направлениями. Это сама работа с детьми инвалидами-аутистами, что она включает из себя работу наших специалистов, которые нарабатываются определенными группами детей в интернате в нашем Майке, в нашем центре на Егорово. Мы нарабатываем новые технологии, а также пытаемся внедрить те технологии, которые уже с эффективной доказанностью как бы из страны. Вот я только что вернулся сейчас в федеральные конференции, на которые есть тоже был ряд предложений, ряд технологий, которые используются во всей стране и за рубежом. Был пример английский, американский. Но мы в целом опираемся на российские системы, потому что дефектологии российской, слава богу, более 100 лет. И когда говорят, что у нас ничего нет, я с этим в принципе не согласен. Я встречаюсь с огромным количеством специалистов, и зачастую где-то не хватает, может быть, повышения квалификации по работе с аутистами. Но в целом система дает возможность выстраивать. Хотелось бы узнать подробнее об этой системе и каких результатов благодаря ей вы добились. Ну, мы прежде всего надо понять такую вещь. То есть с детьми должны работать специалисты. Вот сейчас мне очень нравится, что в стране утверждена концепция ранней помощи, которая вот завтра будет совещание у замглавы города по этому поводу. Значит, в рамках этой концепции это будут уже включаться дети от нуля до трех лет. Фактически сразу с рождения. Почему? Потому что мы сталкиваемся с ситуацией, когда где-то дети приходят 4, 5, 7 лет заниматься. Это уже поздно. Дело в том, что это начинается с пыленок. Потому что диагностика идет около профессионала, диагностируют аутизм, например, в полгода уже. Поэтому мы должны составить систему. Вот если система ранней помощи состыкуется с той системой, которую мы сейчас формируем, вот именно в виде концепции по работе с РАСС, тогда это будет комплексная система, которая будет с пыленок как бы формировать это все. Значит, при этом что мы делаем? Мы используем, значит, у нас в рамках интерната мы работаем с несколькими группами детей. Значит, и в рамках этого процесса показываем, значит, мы снимаем документальные фильмы. Одна из главных задач – это обучение родителей. То есть огромный родитель, как правило, когда сталкивается с такой ситуацией, он не знает, что делать. И вот для того, чтобы дать ему логистику того, что делать, мы создали подборку документальных фильмов, которые начинаются с ранней диагностики. Потом следующий фильм – это инклюзия и коррекция, которые есть. Варианты два направления – обычная школа или интернат для детей снижения интеллекта. Третий у нас – есть путевка в жизнь, это уже о трудовом воспитании. Есть фильм о творческом подходе, то есть, соответственно, танцы, рисование, музыка. Вот эти вещи. Сейчас мы начинаем, снимаем новый фильм по уже следующему гранту. Это «Танцы для детей. Синдром Дауна. Исключение маутистов». Вот такой будет у нас фильм. И мы сняли еще и по терапии и конный спорт, которая пользуется популярностью сегодня в крае. И «Доступная среда». То есть мы показали все примеры Сочи, доступной среды. Вот я сейчас был в Москве, я скажу, что я был приятно удивлен. Я в Москве как-то волей, судя, три года не был, что там эти процессы по доступной среде пошли. Но они у нас уже сделаны были еще к Олимпиаде. И поэтому вот в этом фильме мы показали лучшие примеры. Конечно, у нас не все так здорово в этом направлении. Вот вчера глава говорил о том, что мы должны продолжать эту работу при встрече, когда вот вчера награждали эти общественные организации. Но самый главный вопрос о том, что этот процесс идет, и то, что в Европе делалось там за 30-40 лет, у нас пытаются это сделать там за 5-10. Как всегда, быстро запрягаем, медленно запрягаем, быстро едем. Вот, ну поэтому как бы в этом направлении. Поэтому вот эта подборка, которую мы делаем, и сейчас вот у нас еще будут фильмы, это один день коррекционного класса, мы готовим. И будет фильм у нас по дополнительной реальностью, мы будем готовить программу. Это будет уже вторая наша программа. Значит, мы сейчас вот за последний год разработали первую нашу программу. Это наш учитель-волонтер разработал программу. Называется она «Конструирование детей с нарушением интеллекта». Вроде бы, казалось бы, она должна быть, все должны это знать. Это с помощью лего они собирают буквы, цифры, цвета и формы. Вот в рамках этой программы подготовлено 68 уроков. И сейчас в трех классах идет вот апробация уже несколько месяцев в интернате. И показалось, что дети с удовольствием этим занимаются. Вот. И важный момент еще какой? Дело в том, что мы думали, почему нет такой программы? А очень все просто. Очень мало учителей мужчин. И когда у нас вот мужчина-учитель-волонтер, парень, значит, занялся этим процессом, это достаточно удоемкий вопрос. Надо было разобрать каждую букву разработать, каждую цифру разработать. Вроде кажется, просто. А когда вот мы стали это делать, ну, это полгода заняла эта как бы работа. А сейчас вот мы уже ее в течение нескольких месяцев внедряем. Сейчас мы будем следующую программу делать. Это программа по дополненной реальности. Там у нас сказки. Восемь русских народных сказок. Азбука и раскраски. Вот мы сейчас проговорим с дефектологами, как лучше это все сделать. И я надеюсь, что к весне у нас будет еще одна программа, фильм и, соответственно, учебно-методическое пособие, как и в этот раз. Вы рассказали о массе, о десятках программ, системах, методиках. Вот есть ли выхлоп от всего этого? Есть ли примеры детей, которые стали лучше развиваться? Или отзывы родителей? Нет. Нет, но надо понимать такую вещь, что аутисты по статистике 20% социализируются. 2% полностью, 20% ограничено, а 80% никак зачастую. И сегодня мы работаем с самыми сложными детьми. И есть у нас в Сочи структура, которая работает с детьми, которые пошли в школу, у которых сохранный интеллект. Мы работаем с детьми, которых интеллект не сохранят. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуациями самыми сложными, когда вы ребенка приводите в интернат, и он у вас начинает валяться, он даже не садится за стол. Мы подготовили за эти 3 года порядка 10 детей, которые пошли сегодня в учебное заведение, они сидят по 4-6 уроков, они учатся. То есть у них сформировано учебное поведение, мы ставили задачу. В этом году мы опять готовили 5 детей, они все учатся, который был этим летом. Этим летом мы опять будем готовить такие курсы, будем делать, то есть на базе наших специалистов, которые работают в том числе в интернате. Для подготовки детей. То есть сначала вот это первая задача, а дальше уже в зависимости от степени нарушения у каждого ребенка может быть своя зона ближайшего развития. С этой целью мы используем определенные диагностические методики, которые лучше в мире и в России. Она есть у нас, мы с ней работаем. Вот в этом году мы будем прорабатывать весной 20 детей, осенью смотреть эти зоны ближайшего развития по разным направлениям и, соответственно, двигаться. Дело в том, что у каждого ребенка абсолютно все индивидуально. И сказать, для кого-то чтение – это здорово, для кого-то речь и стихи – это здорово, а для кого-то поднять вилку и есть самому – это тоже здорово. То есть у каждого совершенно разный уровень. И я могу с уверенностью сказать, практически у всех детей, с которыми мы работали, и я скажу, что другие структуры, которые работают в Сочи, общественные организации, есть динамика положительная. Она у всех разная, но она есть. Декада инвалидов – это не череда праздничных мероприятий, а диалог с сообществами по поводу их проблем, решения этих проблем. И вам наверняка важно рассказать о том, какие достижения есть у этих людей, и вот получается ли этот диалог с властью. В 2014-м в Армавире будет конференция, которую Минтруд будет вести. Эту конференцию, на ней будут обсуждаться механизмы взаимодействия. После этого должно быть постановление губернатора по этому поводу. И, конечно, тут будет создана система ранней помощи, которая будет во всех структурах здравоохранения, образования и Минтруда добавиться в дополнительные функции, которые сейчас не существуют. Их надо выстраивать, но это надо состоять в единую систему. Поэтому мы со своей стороны будем предлагать, например, межведомственные протоколы по работе и создание такого, скорее всего, методического документа, по которому могут работать все три министерства и все три структуры направления. Все решения весной были приняты, сейчас они просто должны реализовываться. И, тем не менее, есть ли этот диалог, есть ли понимание со стороны властей? Значит, диалог есть. Самое главное, что у отвечающих в городе, например, за эти проблемы, руководители, понимание всех этих вопросов существует. И желание их сделать, да. Зачастую, бывает, не хватает ресурсов и кадров, да. Но понимание и желание есть, это совершенно однозначно. Да, поддержка важна. А не планируете ли в будущем, возможно, снимать фильмы про деток с другими диагнозами? Ну вот мы сейчас снимаем про детей, вот танцы с детей с синдромом, да. Но мы сейчас вот в этом направлении же работаем, и аутисты там будут включаться. Мы будем делать, снимать один день коррекционного класса, а там у нас три патологии в классе детей, все разные дети тоже. Вот, дополненную реальность, когда мы будем снимать, это мы будем снимать два, скорее всего, в двух классах, тоже там все патологии. То есть дети с разными нарушениями. Поэтому дело в том, что систему, вот эту ранней помощь, о которой я говорил, ее можно выстроить для всех. Невозможно выстроить для какой-то отдельной категории. Поэтому, и так же вот конструирование, которое мы сделали. У нас все занимаются дети. Аутисты в этом плане зачастую, может быть, хуже занимаются. А дети там с легкой нарушением, допустим, развития. Они вообще легко все собирают и строят. Там вообще проблем с ними никаких нет в этом плане. Поэтому тут важно выстроить систему. И мы еще важно очень, вот сейчас мы хотим, я хотел, вот еще что важно отметить. В рамках вот этой системы будет еще вязка с высшими учебными заведениями. У нас есть соглашение, я давно работаю с Сочским государственным университетом, в котором когда-то работал начальником отдела. Поэтому мы очень надеемся, что это сотрудничество, которое у нас сейчас с ними было, что оно даст вот сейчас, с учетом, что это теперь университет у нас регионального значения ресурсный. И мы бы хотелось, конечно, с ним вот это качество нашего сотрудничества, скажем так, поднять на совершенно другой уровень. Тем более, что есть и кафедра дефектологии, есть кафедра психологии, то есть и факультет педагогический. Поэтому все возможности этого есть. Поэтому должно, по идее, происходить слияние университета в этих вопросах, общественных организаций, структур, Минтруда, Здраво и Овро, культура и спорта. И вот это все вместе может дать систему реабилитации детей, которая в дальнейшем будет трансформирована в реабилитации взрослых. Когда она будет выстроена, она может как бы и дальше работать. То есть она в одном вопросе будет решена, межведовственное взаимодействие будет налажено, соответственно, можно решать это все дальше. Удачи и успехов вам, Владимир Геронимович. И благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города и края. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!